Продолжение следует... Не-не. Небось переобулся. Я решил ввести на этот канал некие подкасты, благодаря которым будут выходить новые видео гораздо чаще. А по итогу получилось наоборот. Ну да, учитывая, что прошло уже 3 недели где-то. Уже месяц прошел. С момента последнего большого видео сегодня я решил рассказать вам про такую достаточно интересную игру. Undaun называется. Название, конечно, у неё шикарное. Эту игру я увидел в ТикТоке на канале Дрэгон Докс, где рассказывается об игре в постапокалиптическом сеттинге. Мне всегда такой жанр очень даже нравился. Позер, ты даже в метро, сталкер или фоллаут не играл. И я решил попробовать сыграть. Но изначально эта игра сделана для мобильных устройств. А как я вам уже рассказывал в предыдущих видео, тапочек мой доживает последние недели, ну может месяцы. И в дальнейшем я планирую покупать новый. Вот скажи, кого это волнует? Но, к моей великой радости, есть версия и для ПК. И сейчас вы видите как раз таки квадры из данной игры. Давайте теперь более подробно. Вот что значит не написал сценарий. Разработчиками игры являются Infinite Level и Lightspeed Studios. Кто-то скажет, что звучит больно знакомо. По сути, да, это одни из разработчиков PUBG Mobile. И как вы понимаете, судя по графике, которую я показываю здесь, а также здесь, больно похоже на PUBG. И это не случайно. Как же это необычно. Как вы сейчас можете заметить, я показываю создание персонажа. И я могу сказать, что здесь она выполнена достаточно хорошо. Для мобильной игры. И в целом, это достаточно неплохая кастомизация персонажа. Лицо, конечно, вы создаете один раз за всю игру. Но в дальнейшем вы можете хотя бы менять шмотки. Кого я удивил, собственно. Вот именно. Но давайте начнем с графона. Графон в игре, я бы сказал, хороший. Даже отличный. Тавтология на месте, я так понимаю. И на удивление, что даже на достаточно высоких настройках эта игра, даже на моем тапочке, шла достаточно плавно. Я уже не говорил о своем ноутбуке. Сейчас вы видите графон на предмаксимальных настройках. Ну а здесь уже максимальный. И я скажу, что это очень крутой графон. Господи, сколько склеек. Я удивлен, что даже такая графика пошла на мой ноутбук. А давайте будем учитывать, что это Intel Core i5-1135G7 и 8 гигабайт оперативной памяти. А также встроенная графика Intel Iris Xe. И я могу сказать, что у игры достаточно хорошая оптимизация. И в среднем игра идет в 60 фпс. Единственные моменты, где игра начинает тормозить, так это при телепортации. Ну, то есть смене локации. Ну а теперь давайте поговорим о основном. Это геймплей. Геймплей в игре сделал, ну, в целом, хорошо. Сделано все, конечно, с использованием уже PUBG. Поскольку сама физика анимации взяты именно оттуда. Даже стрельба даже. И я не могу назвать это чем-то плохим. Учитывая, что это все же игра первоочередно сделана для мобильных устройств. Но и для ноутбуков она сделана вполне смысл. Так что, если вы, так же, как и я, не особо любите играть в шутеры на телефонах. Жди фуру дизлайков. Пожалуйста. У вас есть десктопная версия. Ну, а теперь о механиках. Первоочередно у нас есть стрельба. Стрельба в целом неплохая. Отдача минимальная, но есть. Ну и так как мы находимся в постапокалиптичном мире, это выживание. Соответственно, нам нужен крафт и лотинг. Что, безусловно, здесь есть. Система крафта достаточно обширная. И вы можете создать достаточно... Достаточно уже свое достаточно говорить. Много вещей, которые вам помогут выживать. И достаточно удобно, что через примерно полчаса вам выдается собственное жилище. Где вы можете обустраивать его. Пока оно у меня выполнено достаточно минималистично и аскетично. Господи, половина ролика прошла. Как вы это смотрите? Он даже петличку себе не купит. Поскольку сейчас меня это не особо волнует. Я планирую продвигаться все же, ну, по сюжету. Он тут более-менее есть. Но об этом мы поговорим чуть позже. Ну и помимо крафта, мы, разумеется, должны добывать ресурсы. То бишь, лодинг. Собирать ресурсы можно. Зомбари, их просто уничтожаешь. Собираешь с них достаточно мелкие вещи. Которые в основном не особо-то и нужны. Самый основной источник ресурсов это ящики и животные. Которые, к сожалению, для гримписовцев и всех людей, которые так любят животных. Которые боятся всего этого ужаса. Придется убивать и разделывать. Ну, конечно, вы не увидите все это детально. Игра не настолько проработана. Хотя, наверное, даже и слава богу. Поскольку я все же человек, хоть и в некоторой степени любящая жестокость. Но имею все же некоторую грань. Да-да, конечно. Которые не хочу пересекать. Так что, помимо плотинга и крафта, вам необходимо поддерживать свою жизнь. Собственно, обеспечивать ее. Вы являетесь некой системой этого самого жизнеобеспечения. Что вам для этого нужно? Ну, собственно говоря. В первую очередь, это готовить еду. Искать воду. На удивление, тут есть реки, которые являются достаточно чистыми. Что удивительно. Это обычная игровая условность. И где ты можешь спокойно набрать воды и постирать вещи. Да-да, вещи стирать-то тоже надо. Помимо всего этого, тебе также необходимо тренироваться. То бишь, чтобы твой персонаж просто не стал дистрофиком. Даже несмотря на то, что ты постоянно двигаешься и бегаешь. Со стремлением поиска новых ресурсов и новых территорий. Игре на это наплевать, тебе в любом случае нужно тренироваться. А чтобы все это мониторить, у тебя есть устройство жизнеобеспечения. Которое показывает, собственно, твои показатели. Ну, а чтобы тебе было удобно искать ресурсы. Охотиться на животных. И в целом передвигаться по достаточно большой карте. Как ты достался своим достаточно. Тебе нужен транс. И у тебя в самом начале будет мотоцикл. Его можно призывать на клавишу ТАК. Но я говорю только про компьютерную версию. Что достаточно удобно. Тебе не придется за него переживать. Поскольку через 20-30 секунд после того, как ты с него слезешь, он исчезнет. А чтобы призвать его заново, ты нажимаешь вновь на эту кнопку. Ну, а помимо всего этого, тебе также необходимо выполнять квесты. Их ты можешь выполнять как и в сюжетном плане. Ну, то бишь, у тебя есть определенный раздел в меню сюжет. Где ты выполняешь задание. Можешь также выполнять квесты от NPC. Ну, собственно говоря, что удивительно. Это же по сути RPG. Вкратце об основных механиках я, думаю, рассказал. Также я бы мог подметить, что в этой игре есть фоторежим. Который я просто обожаю в играх. И сделан он здесь, на мое удивление, очень даже хорошо. Мы все же должны понимать, что это условно-бесплатная игра. Соответственно, мы получаем условно-бесплатную игру. Я надеюсь, конечно, она в итоге не превратится в донатную трачину. Где тебе придется просто гриндить сутками напролет, чтобы хоть что-то заработать. А если ты не хочешь гриндить, то плати. Безусловно, магазины здесь есть, в которых ты покупаешь за реальную валюту. Но спасибо, что это не навязчивый донат. И он не обязывает тебя покупать что-либо. На этом уже спасибо. Ну и разумеется, здесь есть батл пасс. Боевой пропуск здесь, ну, не сказать, что прям такой необходимый. Если ты играешь в таком среднем темпе, то, я думаю, тебе обычного боевого пропуска будет достаточно. Ну и последнее, чем бы я мог сказать, это о сюжете. Я уже показывал дисклеймер о том, что это первые впечатления. Здесь нет полноценной рецензии на данную игру. Я лишь рассказывал только свои ощущения от первых 5-6 часов прохождения. И сюжет поначалу мне показался очень даже неплохим. Персонажи тоже вроде неплохие. Единственный минус в том, что анимации маловато в катсценах. И всё. А так в целом, можно даже назвать его интересно. Ну всё, разумеется, начинается с классического такого пролога. Где ты являешься простым человеком, который попал в западню зоны. Или в итоге спасаешься и находишь, так сказать, убежище. В котором ты знакомишься с новыми персонажами. А в дальнейшем, уже в онлайне, ты будешь знакомиться уже с другими игроками. Я пока, если ещё до этого не дошёл. Но сейчас от меня игра уже требует создания команд. Если вас эта игра всё-таки заинтересовала. Я был бы рад, конечно, если вас она заинтересовала. То милости прошу скачать. Ссылку я никакую не даю. Я думаю, несложно найти её. А, да. Для тех, кто хочет поиграть в эту игру на телефоне в России. Вам придётся скачать Рустор, потому что эта игра является его эксклюзивом. Поправочка. В Русторе данной игры больше нет. Но если вы всё же, как и я, хотите поиграть на компьютере или ноутбуке. То скачивайте с официального сайта. Я был бы рад, если бы кто-то из вас решил бы сыграть вместе со мной. Я думаю, вполне бы неплохой сквад получился. Ага, конечно. Если вам понравился подобный жанр подкастов, то надеюсь на вашу поддержку, лайки и подписку. Если вам понравилось это видео и вы досмотрели его до этого момента, пишите число 1654 в комментариях. На этом сегодня всё. Я благодарю вас всех за просмотр. Обязательно переходите на все ссылки в описании. А также подписывайтесь на наш Бусти, ВК и Дзен. Ещё раз спасибо за просмотр. И помните, жизнь вечна. Завтра может не наступить. Пока. Что делать тогда с первой версией подкаста? Субтитры сделал DimaTorzok